Вы можете представителям нашего прекрасного детского фонда передать те деньги, которые в Вами заработали. Смотрите, в этом проекте... 98 8076 рублей. Представляете, как это все. Главный руководитель, главный бухгалтер, передаем деньги при Вас. Спасибо. Сколько из зубляров газеты продано? Считаю, здесь зафиксировано. 483. 483. Молодец. Поздравляем. Хорошая семинара. Поздравляем. Поздравляем Кирилл. Поздравляем Кирилл. 1775. Поздравляем Кирилл. 1775. С Вашей помощью мы имеем возможность помочь больным детям. За это Вам огромное спасибо и низкий поклон. Мы, детский фонд, всегда рады будет видеть Вас у нас в фонде. Ильяна Солотарева. Мы там все вместе с этим начнем здесь спрятались. Спасибо, Твоя Рома, за участие. Ну, какие-то большие подарки от нас. Надеюсь, ты еще готова тебе. Да? Спасибо. Дмитрий Попов. Вы передали деньги. Большие деньги. Серьезные деньги. Которые пойдут на лечение детей. Вот. Козенный термин. Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но мы все с Вами понимаем, какие это дети. Дети, которые тяжело заболели. Или дети, у которых погибли родители. Что-то случилось в семье. И семья не может одна справиться с таким большим горем. Поэтому приезжаем к Вам. Говорим вот Вам в глаза. Видя Ваши лица. Огромное спасибо за Ваш труд. За Ваше лето. Спасибо и Вам, и Вашим родителям, которые понимают это. Позволяют Вам вот все лето. Там два месяца, месяц, три месяца. Выходить каждый день на работу, чтобы помочь кому-нибудь. Чтобы не быть в этой жизни бесполезной. 745. Экземпляры ГАЗИ моих проданы. У меня все ими руками. Главное. Владимир, вы уже как-то знаете, сколько газет продал? Нет? Куколами не разручил. 267 цепляров. Аплодисменты. Здравия. Грамму бы тебе подчеркнули. И вот такие подарки. Замечательный подарок туда положишь. У всех свои подарки. Пакет. 854 газеты продал. Спасибо. Спасибо тебе. Оба мне. Спасибо. Когда есть что-то помимо просто обычной продажи, да, когда еще каким-то вот это дело наполняется реальным каким-то, ну, помощью другим людям, да, бескорыстной, то, что вы делаете, то посмотрите, какой результат. Поэтому, наверное, нет ничего важнее в жизни нашей, да, чем, ну, не только что-то себе, да, получить, но и поделиться этим, с тем, кому это нужнее. Тогда и у вас получается больше. И, и вообще, ну, посмотрите, да, читатели довольны, наши люди, которым вы поднесли газеты и рассказали о ней. Редакция довольна. Вы довольны, тоже у вас возможность, да, познакомиться, заработать денег себе на каникулы. Еще есть те ребята, которым вы помогли, да, посмотрите, как здорово, какая хорошая акция. И это исключительно благодаря вам, благодаря вашему труду. И там очень хорошие слова, как есть все написано внутри. Мы вместе, мы сила. Спасибо вам. Основателем и предписьменным председателем детского фонда нашего воронежского была Марина Игнатьевна Картасова. Для многих присутствующих в этом зале это имя звучит как барон. И мы рады, что буквально несколько дней назад мы получили из Тангова тираж новой книги, которая состоит из двух частей. Первая часть – это воспоминания самой Марины Игнатьевны, а вторая часть – воспоминания о ней, ее учеников, студентов, ее коллег и друзей. Мы дарим эту книгу издательскому дому, редакции газеты «Моя», чтобы эта книга была у вас. Главное организатору, это законительная акция «Юмные газетчики» с благодарностью за работу с воронежскими школьниками, то есть с вами, и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы для вас, Маша. Спасибо вам большое. Вы победители все в этом зале сидели. И принцип соревновательности-то у нас с вами есть, вот этот вот главный пристав должен, если вам кому-то достаться, не мы же на нем будем ездить и выставить комплимент. Поэтому за четвертое место с результатом 3056 экземпляров награждается Игорь Жуков. Игорь, тебе вручается такая программа, да, за четвертое место, подарочный сертификат и небольшой приз в вашей литейской думе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приезжай сюда в 6 утра, вот где-то полчаса я сижу точно, денешься на какой-нибудь там. Тут вообще двор есть, я там сижу в основном. Ну вот на деньги, которые ты вот сейчас заработал за это лето, что ты собираешься купить? Купил машину, купил мопед, купил телефон. Мопед поменял, еще он один телефон купил, запчасти на эту машину. Потом помог родителям, чуть-чуть собрался в школу. За третье место, с результатом 3252 экземпляра, награждается Надежда Боева. Надежда Боева, это тебе подарочный сертификат. Сама себе придумай, что там тебе необходимо в этом интересном магазине электронной техники найдешь. Ну расскажи, вот что ты говорила людям, что они у тебя покупали столько газет? Ну я говорю, добрый день, купите газету мою, поможете детскому фонду, а то сейчас вы можете дарить на акции, детям инвалидным поможете. За второе место награждается с результатом 4754 экземпляра Филипп Боев. Ну надо сказать, что Филипп, ты уже и так победил, ты самая загорел на этом зале. Конечно. Подниму тебе грамотно. Два сертификата. Два сертификата. Два сертификата тебе. Ну и конечно, то, что ты в промежутке мог еще почитать. Первое место в нашем конкурсе. Тебе нужно только говорить? В акции. В нашей акции. В нашей акции, керой, конкурсе. С результатом 5134 экземпляров. Занял Кирилл Жарких. Кирилл, а ты вообще знал, что ты победитель? Ты к этому, как ты к этому стремился, если шел-то как? Скажи, скажи нам, повернись, скажи. Я шел трудно. Вставал рано, что-то. Такие велосипеды тебе нужны? Нужны. Держи. Совершенно заслуженный такой диплом. Подарки. Ну и конечно, я очень хотела бы этот самый круг почета. Вот нашел благословение. Разрешено. Отлично. Вот почему кто-то продал там 100 газет, а ты вот где-то 5000? Ну я просто не ленился. Целый день. Я, допустим, в 8 приезжаю за газетами, продаю и часов, может, до 7 где-то работаю. То есть и не вечером? Да.